всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл этот обзор оан трак фитнес-браслет те кто смотрит меня давно скажем так месяцев 5 назад у меня на канале вышел обзор на самой перси первую версию этого браслета и я потом удалил просто ну за счет того что я в этом не разбирался это был вообще самый первый фитнес-трекер я никогда не тестировал их не какие-то другие марки там не какие-то именитые там джамбоны что-то еще не там xiaomi не что-то вообще я о них даже даже не знал что они делают я что-то как-то обзор сделал очень некрасиво получилось для себя и для вас я расхвалил его дико не разобравшись до конца и потом в общем-то я пересмотрел его и взял до удалил на самом деле честно говорю почему того обзора нет я сам подошел на одну из выставок к этому производителю он трак пообщался посмотрел что у них есть попросил специально модель life 01 это самая недорогая на данный момент в их линейке и собственно вот делаю обзор уже более такой подробный и более объективно а то самому как-то неудобно канал называется честно позитивно гаджетах а тут прям получается расхвалил выглядело это как будто меня каким-то образом про заказали нет на самом деле конечно же нет вся информация идет от меня и эту штуку я сам взял мне никто ее не предлагал на самом деле давайте смотрим что этот браслет что этот фитнес-трекер умеет ну начну с комплекта сама коробочка небольшая в коробочке у нас сам ремешок сам чип и собственно зарядное устройство ну естественно там есть еще инструкция и гарантийный талон все коробочка нам не нужна в коробочке идет такая наклеечка куда ничего наклеить можно и смотрим смотрим собственно что сам этот трекер это совсем небольшой чип легенький но относительно небольшой ремешок идет конечно в комплекте зарядное устройство в комплекте заряжается таким образом подсоединяем к ноутбуку например все пойдет пойдет зарядка. По времени работы я засекал, я записывал, реально у меня получилось очень редкое включение Bluetooth, буквально там раз в день, грубо говоря, а то и даже реже. И даже без выключенного Bluetooth он у меня проработал 7 дней. 7 с половиной, можно сказать. Действительно, результат так не очень небольшой, но с другой стороны, не такой маленький. Как бы неделя у вас есть, зарядили и неделю ходите. Реально, я сам проверял, я себе записывал прямо на бумажке, что вот зарядил 100%, в такое-то время. И когда он у меня выключился, я тогда на эту бумажку достал и посверил данные, чтобы не было ошибки никакой. Что он умеет? Кроме того, что он умеет считать шаги, естественно, вы его одеваете на запястье, как будто это ваши часы. Он считает шаги, кроме того, он еще обладает возможностью будильника. Но это преусловие, что вы его переводите в режим сон. Сам он в режим сон не переводится. Для того, чтобы перевести его в сон, когда вы засыпаете, если вы его не снимаете, чтобы он отслеживал ваш сон, сколько вы спите, он сам это делать не умеет. Нужно нажать на экран и подержать палец несколько секунд, так как экран сенсорный. После этого появится изображение кровати, вот здесь вот, на нее нужно нажать. Так, или вот здесь вот сенсорный слой у нас. Да, и нужно нажать вот сюда. Теперь мы спим. Все, когда вы проснулись, нужно опять же нажать несколько секунд и разблокировать трекер. На самом деле, мне бы, конечно, было удобнее, если бы он переходил в режим сон сам, было бы значительно удобнее, потому что я вот этим вообще не пользовался. Мне это неудобно, говорю откровенно. Опять же, выходить из него тоже нужно несколько секунд нажать, зажать палец на экране и выйти из режима сна. В принципе, все. Так, ну что мы не выходим-то? Давайте выходим отсюда. Из режима сна. Держим несколько секунд. Так. Все, выходим. Да, выходи, чувак, ты чего? Я просто им действительно не пользовался, знаю, что нужно вот так вот. Это для того, чтобы сработал будильник. Выходи, самому надо в режим сон переходить, так было бы совсем удобно. Так. Ну, переходим. Сенсорный слой-то у нас где? Че-то вообще, че-то вообще. Давай, 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 давай. Переходи. Все, вот так вот нажимаем. Все, мы вышли из режима сна. Но когда привыкаешь, это сделать, конечно, значительно легче. Сам. По удобству. Проблем этот браслет не доставляет. Ремешок силиконовый, ремешок мягкий, как бы можно его не снимать. К тому же, вот, по-разному его настроить. Никаких проблем я тут не вижу. По удобству, насколько он крепкий. На самом деле, лямка рюкзака, если сюда задеть, то большая вероятность, когда одеваете аккуратно, я имею в виду, не специально там взял, а просто, есть риск этот ремешок сорвать. В целом, я скажу так, он у меня падал буквально один-два раза как раз. Ребенок задел, рюкзак, когда я его на закорках носил, что-то еще. Но в целом, не могу это в явный минус отнести. Но можно было, может быть, сделать как-то более крепче, потому что, если там где-то в походе вы какие-то активные там действия делаете, то большая вероятность задеть его, и неважно, здесь или вот так вот, и его с руки сорвать все-таки можно. Но если обычное такое использование, просто ходите, гуляете там на работу, туда-сюда, по делам по своим, то, в принципе, как-то сорвать его сложно. Скажем так, более-менее нормально. Еще раз отмечу, то есть, что на руке сидит хорошо, претензий к этому вообще никаких нет. Все нормально. Что касается купаться, я еще не рассказывал, что с ним, например, в воду залезать, то можно. Водостойкость есть, ничего с ним не случится. Единственное, это экран сенсорный, и я проверял, то есть, руку, когда вытаскиваете из воды, погружаете, плаваете в бассейне, например, то есть риск, что он просто сработает, как нажатие капелек на экране, и будет он, экран, переходить в режим сна. У меня так реально было. Конечно, это не очень удобно. Поэтому лучше, когда вы купаетесь, например, его, конечно, снимать. Что еще? В принципе, наверное, так вот по функционалу почти все так рассказал. Это шагомер, нажимаем один раз, следующие калории, там и так далее, пройденный путь, сколько мы прошли, все это отслеживается на программе на смартфоне. Нажимать нужно вот сюда, вот на этот край. Это я уже понял, запомнил. На смартфоне у нас что происходит? На смартфоне у нас есть программа, есть программа для андроида, есть программа для iOS, и на которой мы видим, сколько мы прошли, список сожженных калорий и сон, если мы переводим браслет в режим сна. Есть для более старших моделей еще функционал, здесь не поддерживаем, это модель 001, а есть на более старших моделей огромное количество еды, то есть вы покушали, вы сами смартфон занесли, здесь этого нет на младшей модели. Что еще могу сказать? То есть мы смотрим, сколько мы проходили, то есть в данном случае я буквально последние два дня его использовал, буквально 25, 26 февраля, 24. На самом деле я пользовался им раньше, у меня даже в инстаграме еще фотка есть, вообще от октября, от ноября или до декабря, грубо говоря, что-то он у меня как-то уже второй месяц лежит, все, порывался, порывался, по нему обзор сделал, даже перед людьми неудобно, то есть пообещал обзор, вот только сейчас делаю. На самом деле, вот потом можно посмотреть статистику шагов, сейчас ее просто нету, так что последние два дня. Что мне понравилось на самом деле, это вот про воду. Воду пить нужно, реально, реально, ребят, на самом деле. И когда мы ставим, например, сколько мы хотим воды выпить, ставим интервалы и напоминания, то наш трекер вибрирует на нашей руке, появляется изображение стаканчика с водой, то есть пишет вам, ребята, нужно водичку попить, потому что, ну, напоминание, штука хорошая. В остальном, больше я не знаю, что рассказать, есть умный будильник, конечно же, это когда в режиме сна есть вес, то есть вы взвешиваетесь, 103 килограмма я вешаю, но я высокий, я метр девяносто два, поэтому тоже это много, конечно, надо еще меньше, но, в общем-то, ладно, на самом деле, чувствую себя, самое главное, хорошо и хожу много. Так вот, наверное, все, даже не знаю, что больше еще рассказать, хотелось как можно более подробно про этот трекер. Вопрос, купить или не купить, думайте сами. В принципе, как таковых, явных каких-то косяков я здесь не нашел. Единственное, у меня программка бывала там один-два раза, она у меня просто вырубалась. Вот сюда, когда нажимал, просто ошибку выдавала, сейчас нет, но это, возможно, просто связано с какими-то, не знаю, там, чем, но, в общем-то, проблем не доставляло. В целом, штука нормальная, штука интересная. Еще раз скажу, первый обзор я делал, я в них вообще ничего не понимал, просто с такой радостью рассказал, ура, наш российский разработчик сделал такую крутую вещь. Но, в общем-то, как? Вещь, получается, неплохой шагомер. Единственное, опять же, шагомер, в общем-то, немножечко преувеличивает. Реально, я сравнивал по GPS, сравнивал с другим трекером, сравнивал с телефоном. Иногда процентов на 10 отчитывает шагов больше, что достаточно много. Не знаю, я немного их тестировал, на самом деле, у меня только Xiaomi еще есть, и я не знаю, доберусь ли я когда-нибудь на нее Xiaomi Mi Band. Но вот я сравнивал с Xiaomi Mi Band, сравнивал с телефоном на G4, есть такая программа, которая показывает пройденные шаги. Два показывали плюс-минус, там, несколько процентов, этот убегал вперед на 10%. Так что 10% отчитывайте. Может быть, исправят какой-то версии обновления. В принципе, смотрите сами. Ценник на нее, ссылка под этим видео, посмотреть цену на эту штуковину. В принципе, приятно, что у нас в России делают что-то, пусть это делают в Китае, так же, как и тот же Етофон. Кстати, Етофон, он один подписчик, мне предлагает на обзор свой дать. Я, скорее всего, конечно, возьму, несмотря на то, что время мало. Человек написал, говорит, Давид, дам свой Етофон 2, то есть на обзор вообще круто. Я, конечно, возьму, я не могу пройти мимо такого события. А так, конечно, приятно, что в России что-то делают, что... Ну, смотрим. Что думаете об этом трекере? Я постарался максимально рассказать плюсы и минусы, что реально понравилось, что не понравилось. Есть ли в плюсах? В плюсах модель незаметна на руке, модель удобна. Насчет красиво-некрасиво, мне, в принципе, нравится, отторжение не вызывает. Такая вот смартфон, ну, такая штука, в принципе, нормальная. Ничего плохого про нее не скажу. Универсальный такой дизайн. Мягкая, гипоаллергенная, все удобно, то есть не мешает. Что еще? Минусы. Ну, минусы, что ремешок не такой крепкий. В общем-то, я говорю, при более-менее активном использовании он слетает реально. Но это при активном. Если вы спокойно просто ходите, там, не спеша, там, быстро, даже шагом, точнее, ничего с ним не случится. Минусы. Немножечко привирает шаги процентов 10. Я тщательно все это проверил. Ребята, ошибки нет. Реально я проверял. На двух источниках совпадает здесь. Поэтому, я думаю, два все-таки вернее, чем один. Да и все, наверное. Ну, и режим сна, конечно, неудобный. Каждый раз нажимать на это и переводить, конечно, неудобно. Хотелось бы, чтобы он сам мог в режим сна просто. И когда просыпаешься, активность есть. Он, конечно, желательно бы выходил сам. Наверное, это все. Пишите свое мнение об этом фитнес-трекере. Понравилось, не понравилось. Если вдруг вам обзор так сильно понравится, я, в принципе, еще могу взять на тесты более старшие модели. Я не знаю, какой этот обзор. Нравится, не нравится. А Xiaomi, не знаю, дойдут ли у меня руки до него сделать. Xiaomi, собственно, Mi Band. Ладно, ребята, счастливо. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем. Давид.